Всем привет! Сегодня речь пойдет о фресках, расположенных на потолке Сикстинской капеллы. Расскажу также о сюжетах. И так как тема религиозная, то хочется обратиться к атеистам, коим я тоже являюсь. Относитесь к искусству на религиозную тему просто как к искусству, а к писаниям как к художественной литературе, чтобы это не вызывало негативных эмоций. Верующие могут относиться к этим фрескам как к иллюстрации прошлого, которая на самом деле существовала, а атеисты как к иллюстрации книги с вымышленным сюжетом. И всем нормально, и всем хорошо, так что давайте начнем. Так как фресок много, я разделю видео на две части, чтобы не нудеть тут целый час. Как по мне, краткая информация лучше усваивается и не вызывает чувства лени. Как мы уже знаем, потолок Сикстинской капеллы является творением Микеланджело. Он разделил центральную часть свода на 9 эпизодов. По бокам от центральной части изображены пророки и Севиллы. В треугольных парусах изображены родственники Христа. В 8 люнетах над окнами предки Христа. В 4 распалубках находятся эпизоды спасения народа Израиля. Будем обращаться к этой схеме, чтобы не запутаться. Итак, рассказ начинается с центральной части, где первые три – истории о создании Богом мира. Следующие три – о жизни Адама и Евы. И последние три – история Ноя и Всемирного потопа. Здесь, в центре сюжета, Саваоф – разгоняющие облака. Саваоф – это один из титулов Бога в иудейской и христианской традициях. Тут мы можем обратиться к Библии, Ветхий Завет, книга Бытие. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро. День один. В этой фреске находятся две фигуры Бога. В одной части он движением руки создает солнце и луну, а во второй части создает растения. Он представлен в образе могущественного создателя, увлеченного творческим процессом. Библия повествует так. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, все еще семя дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, все еще семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светило на Тверди Небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов, и да будут они светильниками на Тверди Небесной, чтобы светить на землю. И стало так, и создал Бог два светила великие, светила большая для управления днем, и светила меньшая для управления ночью, и звезды, и поставил их Бог на Тверди Небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро. День четвертый. Три ангела поддерживают Бога, который занимает почти все пространство фрески. Его руки застыли в благословляющем мир движений. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро. День второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Микеланджело разделил фрески друг от друга с помощью техники трамплей, или, если по-русски, обманка. Он изобразил архитектурные элементы, которые кажутся настоящими. Четные картины большие, нечетные поменьше. По углам малых изображений сидят четверо обнаженных юношей в разнообразных позах, а между ними медальоны с историческими сценами. В изображениях часто встречаются дубовые ветви и желуди. Такой была эмблема фамильного герба Роверы, семьи, из которой вышли оба создателя капеллы Сикс IV и Юлий II Делла Роверы. Переходим к следующей группе фресок. Бог, окруженный ангелами, протягивает руку к руке Адама, вселяя в него жизнь. Есть мнение, что девушка справа от Бога – это Ева, появление которой уже им задумано. Это самая знаменитая фреска, которая разошлась на мемы, породившие множество забавных изображений. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Пока Адам спит, Ева с удивлением смотрит на Бога, сложив молитвенно руки и будто не осознавая еще, что она жива. А Бог здесь выступает в образе мудрого отца, с любовью взирающего на своих детей. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Фреска разделена на две части. В левой происходит совершение людьми первородного греха. В правой – Адам и Ева, гонимые ангелом, покидают рай. Раскидистое дерево разделяет эти два эпизода. Если обратить внимание на образы Адама и Евы, можно заметить, что слева они красивые, а справа уже их лица искажены и уродливы. Совершив грехопадение, Адам и Ева познали добро и зло. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги и шили смоковные листья, и сделали себя опоясанья. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог, вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. И последние три фрески из центральной части, посвященные Ною. На ней изображен сюжет о том, как после Великого потопа, благодарный за свое спасение и спасение его семьи Ной, приносит Богу жертву. Все персонажи ведут себя по-разному, испытывая неоднородные чувства. Кто-то охвачен чувством тревоги и страха, кто-то кажется равнодушным, а кто-то и совсем поддался унынию и никому и ничему уже не верит. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Это была первая фреска, с которой Микеланджело начал свой труд. На переднем плане испуганные люди пытаются найти спасение на маленьком клочке земли. Кто-то спасает имущество, кто-то помогает ближнему. Здесь будто показаны все варианты человеческого поведения во время катастрофы. Считается, что потоп служил прототипом крещения, а ковчег был символом церкви. Увидел Господь, что велико развращение людей на земле, лишь к злу устремленными мыслями был занят их ум непрестанно. И пожалел Господь, что создал на земле человека. Скорбью исполнилось сердце его, и сказал Господь, сотру с лица земли рот человеческий, что я сотворил, людей, а с ними и зверей, и тварей присмыкающихся, и птиц небесных. Ибо глубоко огорчен я тем, что их создал. И только Ной был угоден Господу. Микеланджело пренебрег хронологической последовательностью, поскольку опьянение Ноя должно было быть после потопа. Вместо этого Ной спящий и осмеянный сыном, первая фреска, которую видит входящий в капеллу. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйди рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог и Афета. И да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. Мы закончили с центральной частью, теперь переходим к пророкам и севилам. Пророки – это святые ветхозаветных времен, предвидевшие по божественному откровению пришествие Спасителя. Они якобы были наделены особым даром слышать голос Бога и передавать его волю своему народу. От лица Бога они обличали и грозили карой, будили совесть и призывали к покаянию. На потолке Сикстинской капеллы семь пророков – четыре великих пророка – Исайя, Еремия, Езекииль, Даниил, и три малых пророка – Иоиль, Захария и Иона. Малыми пророков называли, так как их объем книг меньше объема книг четырех великих пророков. Первым из пророков был написан Захария. Фреска расположена над входом в капеллу. Старец с белой бородой сосредоточенно перелистывает страницы книги пророчеств. Захария был одним из 12 ветхозаветных малых пророков. В книге пророка Захарии содержится пророчество о пришествии на землю Мессии и о последних днях земной жизни Спасителя. Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Еремной. Иоиль на фреске Сихстинской капеллы изображен сидящим и изучающим свиток. Поводом к произнесению пророческих речей для Иоиля послужила продолжительная засуха и налетевшая в громадном количестве саранча, которые разорили иудейскую страну. Люди упали духом, и вот пророк Иоиль призывает народ обратиться к Богу с молитвой о помощи. Но и ныне еще говорит Господь, «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плача и рыдании. Раздирайте сердце ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии». Пророк Иоиль также предсказал наступление всеобщего суда, которому будут предшествовать страшные явления на небе и на земле, и в которой спасется только тот, кто призовет имя Бога. Исайя. Исайя – пророк, который предвидел появление Мессии. Услышав зов ангелов, Исайя застыл в полуобороте со скрещенными ногами. Драпировки в движении развиваются будто от ветра. Будучи еще довольно молодым для того, чтобы люди к нему прислушивались, он все же начал писать свои пророчества. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все, дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему и Эммануил». Иезекииль – один из четырех ветхозаветных великих пророков. Принадлежал к знатному роду священников. Пророчествовал о царе, который будет править вечно. Предсказал создание нового храма, который положит конец эпохе греха. Третий Иерусалимский храм, согласно еврейской традиции, будет воздвигнут с приходом Мессии на прежнем месте – на храмовой горе в Иерусалиме, где прежде стояли два других храма. По словам пророков Израиля, этот храм станет духовным центром для еврейского народа и всего человечества. В изображении Сикстинской капеллы Иезекииль находится в резком повороте, будто спорят с кем-то, а правая рука ассоциируется с вопрошающим жестом. «И он сказал мне, сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами». Пророк Даниил был потомком знатного иудейского рода. Мудрость Даниила трактуется как божья награда за набожность. Он высоко почитается христианской церковью из-за предсказания срока прихода в мир Мессии и его появления в Иерусалимском храме. Также он обладал даром понимать и толковать сны. Даниил изображен на потолке Сикстинской капеллы в виде молодого человека, которому, скорее всего, пришло видение, и он его спешно записывает. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа в ладыке семь сёдмин и шестьдесят две седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух сёдмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Иеремия сидит в задумчивой позе, скрестив ноги и подперев голову рукой. Он воплощает всю печаль еврейского народа в те времена. Его сильно трогали сложные внешнеполитические проблемы, потому в его образе так отчетливо видна печаль. Пророк Иеремия присутствовал при событиях в Иудее вплоть до падения Иерусалима и разорении храма при Вавилонском царе Навуходоносоре. Две фигуры сзади тоже выражают скорбь и отчаяние. Есть предположение, что женская фигура олицетворяет Иерусалим, так как в плаче Иеремии, эта книга, Иерусалим часто предстает в образе женщины. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Найдете ли человека, соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы и Иерусалим. Хотя и говорят они жив Господь, но клянуться ложно. Пророк Иона занимает верх алтарной стены, и здесь удивляет мастерство Микеланджело, так как поверхность на месте изображения не ровная, а изогнутая. Это можно видеть на фото капеллы до росписи. Получается, что ноги Ионы находятся дальше от зрителя, чем его туловище. Но нам кажется, что он откинулся назад. Рядом с пророком изображена рыба, так как по легенде Бог послал Иону в Ниневию, где было много злодеяний, и пророк должен был заставить их покаяться. Но Иона не хотел этого делать и решил сбежать от Бога. Забрался на корабль и плыл в другой город. Во время его путешествия начался шторм. Корабельщики молились, прося спасения. Узнав, что все это из-за пророка, находящегося на борту, его скинули в море, по желанию самого пророка. И шторм утих. В море Иону поглотил кит. Проведя в чреве кита три дня и три ночи, он начал молиться, и кит выбросил Иону на сушу. Так все равно Ионе пришлось идти в Ниневию. Там он сказал жителям, что если они не одумаются, город будет разрушен. Они послушали пророка, и город был спасен. Изображения пророков чередуются с изображениями пяти севилл. Все они названы по тем местам, где жили. Севилла в античной культуре – это прорицательница. Для Микеланджело севиллы были символическими фигурами, связывающими мир древней классики с христианством. Дельфийская севилла изображена сидящей на мраморных ступенях, окруженной пути. Это типичный мотив для итальянского искусства того времени. Одной рукой она опирается на колено, в другой держит развернутый свиток с предсказаниями. Севилла Дельфийская родилась в греческом городе Дельфы. Она писала пророчество посредством стихов. Пророк придет ради искупления твоего, познай, о человек, Господа и Творца своего. И весь этот мир он учением осветит, и силой Божьей от Девы родится. И верных своих сердца возвеселит. Эритрейская севилла предсказала начало Троянской войны, падение Трои, основание Рима и процветание Римской империи. На фреске она листает книгу с пророчествами. Считается, что она предсказала рождение Христа. Вот грядет с неба царь, и навеки его будет царствие, в коем в плоти явившись, судить будет мир этот горестный. В этот час лицезреть будут Бога неправедный с праведным в окружении святых, ибо века конец уж приблизился. Кумская севилла изображена в виде старой женщины. Почему же она старая? Дело в том, что севилла попросила у Аполлона долголетия, но не уточнила, что хочет оставаться молодой при этом. И с течением времени она старела, пока не превратилась в немощную старушку. Затем пришлось просить Аполлона переправить ее в царство Аида. Аполлон же забрал ее к себе на Парнас и снова превратил в молодую девушку. Среди множества пророчеств кумской севиллы, было и пророчество о Христе и о его страданиях. Девять солнц знаменуют девять веков и поколений вселенной. Четвертое солнце четвертого поколения иметь будет одну чистую и святейшую деву, имя которой будет Мария. И родит она сына, называемого Иисусом. И восстанут против него цари Александр Селевк и Ирод. И погубят младенцев, так что река Иордан будет в крови, и повесят его на древе. Персидская севилла тоже представлена в пожилом возрасте. Она сидит в полоборота, а взгляд направлен в книгу. Как и другие севиллы, она предсказала рождение Христа. Придет в мир пророк великий от высших областей сквозь облако. От девицы чистой родится. Она с Богом отцом примирит. На заднем плане расположились двое мужчин. Очевидно, они пришли к провидице за предсказаниями. Ливийская севилла на фреске изображена молодой женщиной. Фигура ее находится в движении. Предсказала разрушение эфесского храма и храмов Исиды и Сераписа в Египте. Есть пророчество о воплощении Иисуса Христа. Невозможно не заметить, какие тела у севилл. Больше мужеподобные, хотя у молодых девушек лица красивые. Это может быть из-за того, что Микеланджело в первую очередь был скульптором, и поэтому фигуры выглядят монументально и скульптурно. А также есть версия, что ему позировали юноши. На сегодня это все. Поддержите канал лайком, подпиской, кому не сложно, сделайте репост и увидимся с вами в следующем видео.